Есть только один способ качественного изучения Python, другого точно не дано. Итак, в чем он заключается? Давайте посмотрим, потом прочитаем. Это срез. Документация. Куда смотреть, на что смотреть. Исходный код. Зачем нам понимать? Куда смотреть, на что смотреть. Давайте посмотрим пример. Это срез. Параметры. Плохо, да, пока. Вот у нас очень плохой момент нечеткого определения. Разобрались. Начинает более-менее. Четко считываем. Уже знаем. Давайте посмотрим сюда. Зачем это? Вы собрались на рыбалку. Все просто. Собрались на щуку, нужен спиннинг. То, то есть мысль в голове, это и есть параметр. Нам надо всего лишь научиться его считывать, считывать на лету. И четко понимать, что с ним будет происходить. Здесь вы ничего не видите. А я вижу. Параметр. Чем может быть? Примеры. Ну а почему такие примеры кроются вот в этой строке? Вот в этой строке. Принятие решения написания собственного кода. Сейчас нас интересует только одно. Чтобы пошло дальше, нам надо четко их считывать. Итак, так в чем же задача преподавателя? Мы могли прочитать тысячу раз в Python всякого. Но я делаю только одно. Мне сейчас надо добиться, чтобы человек считывал параметры. Почему? Потому что отсюда будет начало. Это то же самое, что мысль в голове, что я собираюсь делать. Я собираюсь на рыбалку. Ну, если я уберу мысль с головы, то мне не понадобится ни спинг, ни другое. В языке это параметр. Добиваться можно только одним способом. Постоянно оттачивая нужный навык в нужный момент времени. До нужного состояния. Что есть в нужное состояние? Правильный код. Сегодня один, завтра второй, после завтра третий. Ерунда. Исключение? Да, это оно. Вопрос. Как правильно работать? Каким способом работать? Уже получше. Но все равно я в данном случае сказал мало. Мы немножко не то делаем. Даю задание и говорю. Вот здесь надо исправить. Почему? У нас должен быть приоритет. Мы не можем сказать или-или. У нас есть момент, где мы можем сказать что-то одно, либо второе. Но не или-или. Я больше всего уверен, что весь код, который сегодня пишется завтра, послезавтра, он точно забудет. Это не важно. Важно, что я его научу делать то, что получая нужное исключение и понимая, как, он в любом коде будет ориентироваться. Но первый шаг нам надо сделать правильный. Мы не можем себе позволить каким-то образом не считывать в коде то, что нужно считывать. Изучение языка и есть то, что нужно делать в нужном порядке и определенным подходом. В этом и секрет. Сколько ребят порешали примеров? Сколько ребят и переписали кода? А код не читаем. Почему? Неверный подход. Хотите верный? В описании ссылка. Выбирайте индивидуальный план и занимаемся. Занимаемся. Последовательно. В этом простом файле виден рост. Виден мне. Виден человеку. Не когда-то потом будем понимать. А мы сейчас должны добиться первое, второе, третье. Потому что дальнейшее все в языке не будет иметь значения. Абсолютно справедливо здесь и следующее утверждение. Если у меня есть мысль пойти на рыбалку, пойти в магазин, пойти в огород. Если я эту мысль выброшу, то все дальнейшие действия, относящиеся к этой мысли, не имеют смысла и не будут сделаны. Итак, есть только один подход правильный. Постоянно, в нужном порядке, оттачивая навык, который нужен до нужного состояния, который будет помогать читать исходный код, реальный код, любой код. Это и есть настоящее обучение программированию. Как его получить, ссылка в описании. И ваш рост будет совершенно иным. Спасибо, ребята. У меня все.